Первые российские вакцины от коронавируса начнут прививать пожилых людей старше 60 лет. Такое решение принял Минздрав соседней страны. О том, как проходит прививочная кампания в России, в следующем материале нашего собственного корреспондента Даны Нуржан. Российский Минздрав заявил, что больше не будет набирать добровольцев для клинических испытаний вакцины «Спутник Ви». Разработчики оправдывают это тем, что волонтеры не смогут принять участие в массовой вакцинации, а получившие плацебо окажутся в группе риска по заражению. При этом из заявленных 40 тысяч человек в клинических испытаниях приняли участие 31 тысяча волонтеров, из них только 8 тысяч получили вещество без лечебных свойств, то есть плацебо. Журналист Андрей Абрамов один из этих добровольцев. Пока он не знает, появился ли у него иммунитет против коронавируса. Никто из исследователей не знает, поставили ли им плацебо или настоящую вакцину. И, собственно, понять можно либо по каким-то косвенным признакам, то есть по последствиям, была у тебя температура или не была, хотя непонятно, как ты переносишь вакцину. Либо измерив уровень антител спустя несколько месяцев после исследования. А весь срок испытаний длится 180 дней. Сейчас иногда раз в месяц мне звонят из департамента здравоохранения, контролируют состояние здоровья, спрашивают о самочувствии и собирают анамнез. Между тем, еще до окончания испытаний спутника ВИ в стране набирают обороты массовая вакцинация. Прививку уже получили более 200 тысяч человек. Вакцинация развернулась и в регионах. Туда отгрузили уже 330 тысяч доз. И ожидается, что в ближайшие месяцы в регионы направят еще 3 миллиона доз вакцины. Чтобы обеспечить необходимый объем препаратов, в подмосковном Зеленограде начали строить первую площадку по производству вакцины. А пока прививочная компания разворачивается, в рамках ЕАЭС запустили пилотный проект «Путешествуй без COVID-19». Это мобильное приложение, в котором есть информация о лабораториях, где можно сдать тест и получить индивидуальный QR-код, в котором зашиты результаты теста на коронавирус. Его можно будет предъявить при пересечении границы. Проект пока запущен между Россией, Белоруссией и Арменией. Позволяет гораздо быстрее пересекать границы. Во-вторых, она позволяет доверять тесту, потому что любую бумажку можно подделать. Здесь мы имеем систему лабораторий, которым доверяют страны, в которых эти тесты делаются. Может быть прообразом медицинского паспорта ЕАЭС, потому что дальше туда можно добавлять данные о вакцинации. Согласно данным Фонда общественного мнения, 61% россиян опасаются заразиться коронавирусом. Однако, только 42% опрошенных считают для себя возможно в ближайшее время сделать прививку от коронавируса. Дана Нужан, Дмитрий Носеченко, Россия, Хабар, 24.